Мы ходили все вокруг да около, я не говорила о продуктах НСП, потому что на школу приходят нормальные люди, никакие не НСП-шники, а просто нормальные люди, которые привыкли брать все необходимое из обычной пищи. Но в ходе наших размышлений, раздумий, взвешиваний за и против, мы все-таки с вами вышли на какие-то общие позиции и понимаем с вами общие какие-то аргументы нашли, что иногда некоторые функции, ну какие-то моменты нужно поддерживать. У меня недавно родилась такая идея, как только обычное питание из супермаркета, или как я могу себе его позволить, станет полностью удовлетворять мои потребности в молодости, красоте, здоровье, поддержании уровня здоровья, я буду питаться обычной едой из супермаркета. Но пока этого не произошло, мне необходимо, вот как нормальному человеку, любящему себя, так скажем, что-то где-то, знаете, хитрости добавлять. Еще хочу такой вопрос задать. Если бы я вам предложила купить эликсир молодости за 50 тысяч евро, вы бы купили у меня? Обязательно, как мы собирали, мы так купили. А представьте, он есть, но он не стоит таких бешеных денег, он стоит других бешеных усилий. Каждый день, чуть-чуть, по чуть-чуть, что-то делать для своего здоровья. На самом деле, для многих вещей... Для многих вещей... Да, мне такой юг нет. Маленькие усилия, но каждый день, значит, значительно больше, чем большое упаливание денежных средств. Поэтому давайте сегодня разберемся с вами в одном простом аспекте. Мы все, в основном, все с вами не доктора. Как же так подобрать себе продукты здорового питания, чтобы застрять, как мушка ее в янтаре на 25 лет? И никуда не двигаться из этого воздуха. Классно? Так вот застрять и никуда не идти. Ну, кто дальше ушел, вернулся, застрять и больше никогда не идти. Вот. Я предлагаю разобраться в одной простой схеме. Называется 6 правил назначения собственной системы. Хорошая тема. Давайте. Так, первое. Первый момент. То, что мы с вами не трогали на школах по питанию... Извините, я сейчас выгляду из-под ключа. Продукты женские или мужские продукты. Почему я начинаю именно с этой темы? До лет 35 наших сил, наш организм работает на полную катушку. Мы можем себя грузить учебой, работой. У нас могут быть там подрастающие дети, бессонные ночи. Мы можем с энтузиазмом работать над каким-то вопросом. И нашему телу хоть бы что, оно не изнашивается, не болеет. Ну вот, просто вот такая очень серьезная физическая выносливость. Помните вы себя в таком состоянии? Или что-то, может быть, сейчас находится в таком состоянии. Классно? Классно. И очень не хочется выходить из этого состояния. Что, как бы подчеркиваю, что позволяет нам быть в этом состоянии? Адекватная работа гормональных систем. С 35 век у женщин происходит снижение активности гормональных процессов. И это сказывается моментально на настроении, на отношении к себе в радость-неградость, на массе тела. Это сказывается на скорости обменных процессов. Кальций начинает покидать косточки, начинает подползать вверх артериальное давление. И мы начинаем себе, ну мало того, что не нравится, так еще возникают какие-то вопросы по здоровью. Зачем нам с вами это? Скажите. Вообще не надо. Поэтому я отмеду. Там мне не было повязок. Как я объясняю этот процесс? Смотрите, это цикл, женский цикл. Первая половина цикла руководит ею эстрогены. А второй частью цикла руководят прогестины. Прогестины. Ну не буду записывать. Вот. Эстрогенов определенное количество, а прогестероны сдаются быстрее. Поэтому, если вы начнете поддерживать свою женскую функцию в барышном обращении, прогестеронов немножечко добавите, будете следить, чтобы их хватало, то у вас будет такая вот, ну как бы, плато. То есть вы себя будете чувствовать очень хорошо, замечательно, физиологично, профессионально в любом возрасте. Что делать? Как можно добавить этих прогестеронов, если они уже отъехали вниз, уехали отморно? Есть шикарная травка. Она растет в Северной Америке. Называется «Дикий ямс» или «Вал ямс». Кто видел фильм «Секс в Большом городе 2»? Вот кто видел? Ну посмотрите. Вы получите удовольствие, и у вас не будет ни ко мне, ни к кому другому вопросов по поводу этой травы. Там есть барышня, которая, ну такая, очень сексуабильная, прям такая вся из себя, и ей нужно найти спутника жизни, и она ей в Объединенные Арабские Эмираты и везет с собой, ну понятно, шмотки там, кучу каблуков и так далее, но отдельный огромный чемодан каких-то корешков. Они-то корешки диаскорей или «Дикий ямс». Вот таким вот образом она пытается как бы обмануть время, что ли. Как работает трава? Она просто, в ней есть такие запчасти и компоненты, которые позволяют с большей легкостью делать нам наши женские половые гормоны. Вот и все. Соответственно, вы сохраняете статуру, осанку молодой женщины, кальция остается в костях, давление не растет, настроение хорошее, масса тела под контролем, что и требовалось доказать, как в молодом возрасте. Теперь внимание мальчиков. Хотите вы этого или не хотите? Конечно, понятие «мужской климакс» — это такое вот… Кто-то верит в него, кто-то не верит. Например, посмотрите на 100-летних долгожителей, которые живут в высококорьях, это грузины, которые в 100 лет делают детей с 25-летними барышнями, и все с ними хорошо. То есть понятие «мужской климакс» — это такое вот очень спорное понятие. Но, тем не менее, в современном обществе мужчина живет в современном городе, где стрессы, где недоедание. То есть, в принципе, у нас полно еды. Ну, реально мы недоедаем по основным компонентам питания. Где инфекции и так далее. И есть такое понятие все-таки, как угасание мужской функции. Примерно эту тему. Один мужчина, который работает с продуктом НСП, предлагает другому мужчине, который ничего об этом не знает, какую-то оздоровительную программу. Эта программа называется «Система очищения организма». Ну, пропил он систему очищения организма. Он говорит, ну, хорошо, а теперь давай там пройдем ощелачивание. Ну, прошел он ощелачивание. Ну, как бы у человека деньги есть, но результата он не видит. Тогда этот сотрудник НСП дал человеку просто сопальмета. Сопальмета – это сок карликоватального. И сказал, что это витамины для мужчин. Через две недели звонок. Ты знаешь, я не знаю, как то, что впереди было, три месяца. Но витамины для мужчин работали. Поэтому дайте человеку результат сразу же. Если у вас парочная, с которой вы общаетесь, дайте ей сразу же результат. Вообще, кто на себе отработал дитиямс? Виден результат, конечно. Он ощущается сразу же. Дайте человеку сразу результат. Потому что очень многие, понятно, что к нам иногда с проблемами, с какими-то недовольствиями по здоровью приходят, но мы можем с ними работать полгода, человек постепенно, плавно выйдет из этого состояния и забудет, что у него оно было. И даже не сошлется, что это РСП помогло. Ну, бывает такое, к хорошему быстро привыкаешь. А тут вы сразу дали наглядный результат человеку, будь то женщина, будь то мужчина, и все, ну, как бы человек потом будет из ваших рук есть, что вы хотите дальше. Потому что он будет вам ленивать. Это первый момент. Мужской или женский продукт. Какие еще есть мужские продукты? Про формула, пожалуйста. Это и сапальмета, и цинк, и витамин Е, все там в одной упаковке. И, собственно говоря, цинк. Цинк, от него зависит скорость протекания 300 биогенических реакций от цинка. Закончился цинк, нет сперматогенеза. Все. Можно человека, мужчину лечить, там, психотерапией заниматься с ним, чем угодно, сперматогенеза не будет, потому что не хватает цинка в организме. Его нет. Вот, цинк, да? Есть. Какие у нас еще женские продукты есть? FC с Дон Ква. Просто проверяйте, что на вас лучше работает. И есть женский продукт СИЭКС. Вот. И я вижу, что на одну женщину дает хороший результат такой продукт, другая другой любит. Ищите, выбирайте СИЭКС. И акцентируйтесь на свою интуизию. Прочитали состав, понимаете. Хочу. Значит, ваш продукт. Следующий момент. Следующий момент. Глобальный процесс, который называется ощелачивание. Ощелачивание. Ну, напоминаю школьникам, кто здесь в первый раз, наверное, столкнулся. Все процессы нашей жизнедеятельности ведут к закислению. Мы съели сегодня вкусный обед. Там была рыбка. При переваривании рыбы образуются больше кислых продуктов обмена, чем щелочные. Сегодня мы много с вами ходили, похотиться, натрудили свои ноги. Ну, может быть. Вот. В процессе... Ну, кто когда-нибудь занимался физнагрузкой до появления боли в экознодушных мышцах? Ну, или в других мышцах? Это молочная кислота образовалась, она вышла в кровь. Вы от этого стали щелочнее или кислее? Однозначно кислее. Опять-таки процесс закисления. Человек понервничал, что-то вот такое произошло, какой-то нервный стресс, опять образуются метаболиты, ну, кислые продукты, обменные вещества. Опять-таки закисление. То есть, каждый наш шаг практически приводит нас к закислению. Господа, надо же как-то возвращаться в норму, ощелачиваться. Потому что, помните, длительное закисление, ну, в принципе, это тот основной механизм, который старит и изнашивает наши тела и приводит их к хроническим заболеваниям. Ну, помните, в ответ на закисление организм отдает кальций, организм отдает магний. Кальций – это остеопороз, теряется из косточек кальций, да? А когда организм отдает магний, это слабость каждой мышцы. Начиная от глазика, когда зрение хорошее, это просто рука короткая, заканчивая варикозным расширением вен на ножках. То есть, страдает абсолютно весь организм. Поэтому, как мы можем с вами делать ощелачивание? Очень простой способ. Два зайца, двух зайцев сразу убиваем. Берем обычную воду, чистую. Туда добавляем одну столовую ложку хлорофила. И получается один литр щелочной воды. Которая очень здорово работает во наших внутренних средствах. Работает так, что в кислой среде элитроцитики начали таскать кислому. Второй вариант поощелачивания – коралловый кальций. Это более сильный вариант поощелачивания. Берете одну мерную ложечку кораллового кальция, добавляете в литр воды и вот эту штучку, так вот побултыхали, один-два глоточка сделали. Вот таким образом работает этот коралловый кальций. Очень мощный продукт. Мощно работает на наше омоложение, поддержание себя в очень хорошем состоянии. Очень начали. Третье – еда. Как я уже сказала, и как вы успели заметить, мы делали просчеты, помните, по витаминам. Сколько нужно еды съесть, чтобы наесть суточную дозу витамина С. А столько еды, чтобы витамина А. Чтобы витамина Е суточную дозу съесть, нужно 230 галл подсолнечного масла выпить. Ну то есть это бешеные вообще объемы, которые, если я решу сегодня все витамины и микроэлементы съесть вдруг, наверное, это будет тонна пищи. А центнеры пищи, пропускаемые через желудочно-кишечный тракт, его что изнашивают. Поэтому, если вы это понимаете, то, честно говоря, я никак не проруливаю мимо витаминов и микроэлементов. То есть, что я имею в виду под едой? Я имею в виду под едой те моменты, которые нужны моей клетке каждый день. А моей клетке каждый день нужен белок в суточной дозе. Если вы умудряетесь брать белок с помощью обычных продуктов питания, вы молодец, невероятный. Но если... Невероятный. Но если это получается не каждый день, пожалуйста. Вот если вы понимаете, что сегодня, ну точно не добрали, ну так догоняйтесь к коктейлям. Ну мы уже с Юрой пришли к тому, и многие наши партнеры, что у нас просто на завтрак идет коктейль, и еще плюс творог, и еще плюс ряженка туда же. То есть, где-то вот на мой организм, половина суточной дозы белка у меня идет утром. А вдруг я потом не поеду? Вечером ты уж точно поедешь. Ну вот таким вот образом выкручиваемся. Помните, обязательные перекусы. Потому что поджелудочная железа, которая работает утром, к примеру, и вечером, она может рано или поздно на вас обидеться и сказать, ну что это такое? Ну такую пиковую нагрузку даешь на меня, в конце концов, я же могу и испортиться, и сломаться. Поэтому, пожалуйста, перекусите. Белок разобрали. Правильные жиры. Ну напишу жиры. Правильные, да? Правильные жиры. Это в нашем случае омега-3. Подходим? Помните, что омега-3, ну как бы не все йогурты одинаково полезны. Помните, была такая реклама. Я прошу вас, не есть омега-3, которая извлечена из печени рыб. Ну очень токсичный орган по современным понятиям. Не есть омега-3, которая извлечена из рыбьего жира. Жир это тоже инертная субстанция. В НСП омега-3 взята из мышц рыб. Мышца это работающий орган, и туда не успевают накапливаться токсин и метаболиты. Хорошо? И что еще по правильным жирам? Лецитин подходит, да? Потому что это запчасти к всеми мембранам всех клеток. Как можно сделать продукт так, чтобы он работал и на печень, и на кровь, и на головной мозг, и на почки и так далее? Но только если из этого продукта состоят мембраны клеток. Так вот, лецитин это составляющая мембран клеток. Кушайте на здоровье. У меня задают вопросы, слушай, Лена, а какой мне курс лецитина пропить? Точно так же задают вопросы по поводу, какой мне курс дикого ямса пропить. Мы по дикому ямсу отвечаем. Ну, допустим, если женщина хочет быть сексапильно молодой, привлекательной, то ей нужно пить дикий ямс. С того момента, как она решила становиться бабушкой, дикий ямс отменяем и становимся потихонечку бабушкой. По лецитину то же самое. До тех пор, пока вы хотите быть накормленными изнутри, чтобы в вашей каждой клеточке был запасной строительный материал. Клеточку там ранил свободный радикал, а у вас запасное было. И зашили дырку в клеточной мембране. Вот, вот, и кушайте лецитин. Решили больше не штопать клетки. Не надо есть больше вести. Да, белки, жиры. Потом нас будут интересовать витамины плюс микроэлементы. Согласны? Почему? Зачем они нас интересуют? Потому что это катализаторы абсолютно всех биохимических процессов. Что такое катализатор? Вспоминаем химию, берем одно вещество плюс второе вещество, мы должны получить третье вещество. Но просто так оно не получается. Надо либо нагреть, либо добавить какую-то микродозу, маленькое количество какого-то катализатора. Оп! И реакция пошла. То бурление, то выпадение осадка, то изменение цвета. Ну, в зависимости от того, какая реакция. Мы с вами, биологические объекты, у нас внутри столько биохимических реакций в данную секунду происходит, что это невероятно. Просто невероятно. Поэтому, если мы даем себе катализаторы, то все хорошо. Катализаторов не даем. Допустим, 300 биохимических реакций застряло, потому что нет цинка, например. Вот не идут и все. Так, и что нам еще нужна? Вода. Ну, по воде, уже сказала, ощелачивание плюс вода. Это у нас еда. Ну, давайте теперь по продуктам. Белок. Какие есть продукты? Молоко. Ну, я имею в виду неспешные, да? Мясо, рыба, согласна. Смарт-мил. Смарт-мил. Там и растительный, и животный белок, и омега-3, и все витамины, микроэлементы. Нутри-бёрк. Это сывороточный белок, шикарный. Однамерная ложка 13 грамм. Вообще. На них не надо добавлять 50% на усвоение. Есть свободные аминокислоты, да? Какой у нас еще есть форма белка? Все вроде как? Биколин. Биколин. Это аминокислоты. Бензия. Ну, ТНТ, витамины, микроэлементы. Если говорить о витаминах, микроэлементах. Пыльца. Стелия, как говорится. Стелия белок, да. В морохилле, кстати говоря, белок, да? Да, а витамины кислоты. Да. По микроэлементам витаминам. Ой, ну тут, слушайте, я очень люблю мегахил. Тут такая здоровая лошадиная доза. Вот как мне надо. Да. Тебя-дебя-дебя. 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 Вот. И как-то и мозги прозрачные, и активность хорошая. Ну, как мне очень нравится этот мегахил. Я понимаю, что здесь есть белорусы и россияне, в ваших странах мегахил не прошел. Потому что Минздрав понял, если он пропустит мегахил, то зачем вообще вот это вот пустышки лежат в аптеках низкодозированные. Вот. Ну, есть суперкомплекс, который я рекомендую очень классно для беременных. Есть пыльца, есть ТНТ, очень серьезная вкусняшка такая. Вот. И, в принципе, все альтон-битамины. Солстик-нутришна. Вообще, очень здорово. Дети, допустим, не хотят глотать какие-то там капсулки или таблетки. Заколопуцали им солстик-нутришн, но точно выпьют. Потому что, ну, как бы, осознанная мама точно не будет покупать педропак сока. Согласна? Хорошо, с Евгой разобрались. Дальше, следующий момент. Система очищения организма. Я считаю своей миссией продвигать всего лишь две идеи, ну, в плане здоровья. Первая идея. Если я испачкала руки, то мне стоит их помыть, и руки будут чистые. Если у меня замусорился дом, то мне стоит сделать генеральную уборочку, шторки, там, простернуть, парапылесосить и так далее, и в доме будет чисто. Если я свой организм ношу и пользуюсь им 39 лет, ну, в моем случае, ну, надо же хоть иногда делать генералочку. Поэтому эта генералочка от системы очищения организма, она у меня идет один раз в три месяца. И если она у вас пойдет один раз в три месяца, или один раз в полгода, в зависимости от того, как вы себя чувствуете, вы от этого только выиграете. Направление называется дезинтоксикация. А все, что мы раньше с вами говорили, называется запитка или питание, ну, или поддержка метаболизма. Соответственно, если все совместить, получится дезинтоксикационно-метаболическая терапия. Это единственный вид терапии, который может отмотать любое хроническое заболевание, отмотать биологический возраст, низ и так далее. Единственное. Никакие костыли, какие-то химические синтезированные моменты это сделать не могут, потому что клеточка не дура. Она понимает, из этого я могу себя составить, а вот это химическая бяка, из нее я не могу себя составить, поэтому и не возьму. Система очищения организма. Вынуждена вас отправить к Олегу Нижегородину. Ну, все знаете, это наш спонсор-наставник, врач-акушер-гинеколог, действующий миллионер. Могу о нем сказать. Он не зря имеет очень высокий доход и свободу в жизни. Он написал всего лишь такую маленькую книжечку, там, по-моему, 16 листиков, я не помню, сколько там листиков. Но эта книжечка объяснила бешеному количеству людей, как делать уборку в своем организме. Именно поэтому он имеет сейчас такой высокий уровень жизни. И тот стиль жизни, ну, куда хочется стремиться. Потому что он помог очень большому количеству людей. Поэтому система очищения организма, пожалуйста, коллега Нижегородина. Хорошо? Так, потом у нас еще есть коррекция психоэмоционального фона. Не буду написать это много, пишу эмоции. Почему это так важно? Это важно, потому что организм постоянно под каким-то воздействием. И если центральная нервная система расшатана, это как будто бы внешний агрессор. Когда нервная система расшатана, то нам сказали какую-то неприятность, и мы ее переживаем. Если бы все с нами было хорошо, может быть, мы и не заметили бы, пропустили мимо ушей. Что-то там в семье случилось, ну, незначительно, а мы уже переживаем и накручиваем себя. Это внешняя агрессия. Если на меня действует внешняя агресса, ну, представьте, мы с вами славянское поселение, и тут на нас, у-у-у, монгола татарская ига набежала. Будем ли мы строить избы? Будем ли мы разводить огонь? Будем ли мы там спокойно растить детей? Нет. Мы все бросим, все свои занятия и ополчимся против этих захватчиков. Мы будем бороться с внешним агрессором. Поэтому, когда вы тушите внешнего агрессора, то есть вашу чрезмерную эмоциональность, успокаивайтесь. Организму остается время и силы на работу с внутренними процессами. Организм очень мудрый. Мудрее, чем наша официальная медицина, ну, не знаю во сколько раз. И он сам без сопливых разберется, что вообще там внутри сделать и каким образом. Вы просто создайте условия. Что мы можем предложить по эмоциям? Если человек плохо спит. Восьмерка. Есть результаты вообще по восьмерке? Да. Есть результаты. Это комплекс валерьяны. Валерьяна пустырник стартосферы. Это всего лишь три травы. Ну, как они здорово вообще работают? Есть результаты? Вот. Ну, я уверена, что есть результаты. Как мы с Юрой делаем? Вот сейчас вот нам точно нужно уже вот этот напиток выпить. Мы берем не горять, ну, кипяток, который уже не кипяток. Немножко постоял. Ну, не ключевой кипяток. Туда две капсулки. Вот просто вытряхиваем эти травки и еще две мерные ложки стеви, чтобы сладко было. Но не углевод. Стеви, стеви. И получается вот такой травяной чай. Немедленными глоточками выпиваешь и даже если весь день ты делал 650 дел, из которых 300 в один и тот же момент, ну, как сегодня у нас, например, происходит, то вы все равно заснете нормальным полноценным сном и проснетесь отдохнувшими. То есть ваша центральная нервная система отрубится и даст возможность запуститься внутренним процессом регенерации. Это здорово. Что у нас еще есть? Бывает, людей посещает депрессия. Ну, вот, кстати, гостила я в Белоруссии. Я должна сказать, что у вас значительно больше таких депрессивных состояний среди людей, чем, например, среди украинцев. Я не знаю, чем это связано. Может быть, световой день там короче. Ну, я, например, очень сильно реагирую на световой день. Если он маленький, солнца нет, все, у меня санки моего настроения пошли вниз. Потому что синтонин не образуется, гормоны радости не образуются и так далее. Поэтому пятерка. 5-HTP-Power. Если только вы заметили, что у вас вот сегодня больше тени, чем света по настроению, ну, зачем ждать до клинической депрессии? Зачем ждать до срывов на своих родных и близких? Пожалуйста, просто помогите себе. Потому что я знаю ситуацию, когда люди, сидевшие на трансгализаторах, пробуют просто травяной продукт пятерка, и реально они отказываются от трансгализаторов, потому что работает настолько же хорошо, как химически синтезированный, вроде бы очень активный препарат. А если эмоции такие, что встал уже устал, нет энергии? Да? Пыльца подойдет? Да. Пчелки на этой пыльце, ну, как бы постоянно, они другого и не едят. И нормально себя таскают там больше своего веса, и все с ними хорошо. Поэтому пользуйтесь, особенно если надо быстро включить головной мозг. Ну, там и витамины группы В, и аминокислоты, да, есть результаты, да? Отлично. Вот, можно, что? Кроме пыльцы. Солнце не подойдут? Подойдут. Подойдут все витамины, содержащие группу В. Абсолютно все витамины. Внутрикам. Внутрикам подойдет. Он и успокоит, ну, и даст какую-то нормальную продуктивную энергию. Согласна, да? Вот когда нужно пообщаться с человеком так, чтобы он не просто посидел рядом с вами и покивал, а так, чтобы он запомнил. Вот его надо кормить витаминами группы В. Прямо навстречу мозг включается, и он начинает вас понимать. Проверено на большом количестве сетевиков. Это чего? Например, солстик. Солстик им проще всего угостить. Если не все понимают капсулу, что ты мне такое даешь, ну, настороженно люди относятся, которые, ну, как бы не имеют опыта работы с такими продуктами, то солстик. Хочешь чаечек вкусненький с витаминками? Хочу. Все. Налила себе, налила ей, обе выпили, смотрю, у нее глазки-то открылись. Я говорю, ну, как самочувствие? Ты представляешь, у меня глаза открылись. Маментальный результат. Тут же. Только отследите этот результат. Пусть она вернется к своему состоянию и оценишь, что с ней произошло или с ней. Само с вами разобрались. А чай теплый, горячий? Горячий, теплый. Ну, смотрите, горячий не надо, там витамин. Но теплый быстрее проникает в кровь, ну, как бы сосудоотширяющим эффектом обладает. Холодный, конечно, приятнее летом пить. Поэтому какая разница, в какой форме, лишь бы оно попадало. И шестой момент, только шестой момент, на самом последнем месте. Это проблема. Потому что я с вами абсолютно солидарна. Ну, как бы, у меня первое движение такое. Лен, посоветуй что-нибудь от аллергии. Конечно, хочется дать гистоблок, да? Конечно, буклеру хочется дать. Ну, в первую очередь. Ну, я понимаю, мы сейчас очень корректно и грамотно эти травы работают. Они работают не только, там, на печень, но и на почки, на состояние крови и так далее. Но, если мы пойдем вот таким вот путем, вроде бы сложным путем, прокорректируем по гормональному статусу, дадим ощелачивание, дадим, посмотрим, может быть, там белка не хватает. Ну, предыдущая лекция по аллергиям, аутоиммунным заболеваниям. Сколько угодно лечить аллергию, но если белка не хватает, она будет продолжать иметь место, или даже прогрессировать. Дадим что-то по системе очищение организма и успокоим человека. Организм мудрый, он сам разберется, давать ему аллергию или нет. Но, в принципе, по каждому состоянию какому-то есть один какой-то профильный продукт. Один, два или три. Ну, например, высокое давление. Это какие продукты? Боярышник. Боярышник. Канзин Q10. Берет чеснок, петрушка, разжарает кровь. Хорошо. Сахарный диабет какие? Кром, локла. Кром, желат, локла, стелия. Торбогреберс, люцерна. Ну, то есть вы все знаете. В принципе, не надо закончить медицинский институт, чтобы почитать, какие травки вообще полезны при этом состоянии. Если мы хотим разобраться с основной проблемой. Но я прошу акцентировать внимание на основную проблему после того, как вы человека провели через основополагающие, серьезные, оздоровительные моменты. Тогда он не будет гнаться за быстрым результатом. Согласны? Он будет понимать, что это определенный процесс, который нужно прожить. Соответственно, он будет ожидать, предвкушать результат. И он будет радоваться тому, что он что-то своими руками делает со своим организмом. А не так, как происходит. Человек себя прожидает свое тело, прожидает свою жизнь. Потом, когда, допустим, полностью желчный пузырь замусорился этими камнями, приходит к доктору, говорит, вот, лечите меня. Ну, конечно. Проще всего через операционный стол провести и не будет желчного пузыря. Нет органа, нет проблемы. Но, я так думаю, что все-таки нам не даны лишние органы. Все, что нам дано, оно дано нам для чего-то. Поэтому, им нужно просто корректно пользоваться. Да. Это одномоментно? Да. Одномоментно ли это? Согласны, что у нас есть люди с разной покупательной способностью? Да. Согласны. Ну, теперь смотрите. Я даю один продукт на тему женский или мужской. Один продукт. Тут два не надо. Согласны? Восьми стиле ощелачивания. Два вместе не надо давать продукта. Или хлорофилл, тоже один. Или хлорофилл идет, или коралловый палец. Вот уже два продукта. По еде. Ну, тут надо разобраться. В принципе, тут может быть раз, два, три продукта, а может быть один. Один-тире-три продукта по системе очищения организма. Мы, в принципе, можем с нее начать. Нормальная система очищения организма это три стартовых продукта. По кишечнику, по печени и по крови. Когда мы работаем по крови, мы уже с ощелачиванием занимаемся, в том числе. Ну, как бы, пересекаются. То есть, здесь может быть один-тире-три продукта. Согласны? По эмоциям надо много давать? Да, один всего лишь. Один продукт. И по проблемке, ну, тут уж, тут, да. Даже если, даже если вот так вот идти, раз, два, три, ну, и здесь, ну, шесть-девять продуктов. Шесть-девять, шесть-девять продуктов. Ну, девять, конечно, не надо. Опять-таки, есть определенная последовательность программ. Если человек пошел на программу, то он уже берет себе эту программу. Программа бывает очищения организма, противогрибковая, противопаразитарная, лимфоочищение и так далее. То есть есть программа определенная. И имейте в виду, если вы дадите очень много капсул пригоршними, человек, который не привык использовать большое количество капсул, думает, ну, слушайте, сколько можно лечиться? Он думает, что это лечение. Поэтому, один, три продукта даете капсульные, но при этом и какие-то жидкие формы или коктейльные формы. Так, чтобы ему было вкусненько. Потому что, когда я ем свой утренний коктейль, я понимаю, Боже, наверное, вот эти боги, которые на Олимпе жили, их нектар, ну, если чуть отличался, ну, незначительно, от моей вкусняшки утренней. И я делаю так, максимально вкусно, как только могу. Я могу туда и соус, типа добавить. Ну, если масса тела позволяет, и банан можно, или любую другую фруктину можно. Делайте с коктейлем, что угодно, лишь бы вам было вкусно. И не делайте на бегу, а вот просто приготовьте себя, полюбите себя. Потому что, ну, в последнее время, я так думаю, если мне отведено сколько-то лет жизни, то, если я буду хорошая девочка, то это будет больше лет жизни. Ну, потому что тело-то имеет свой ресурс. А если я буду плохая девочка, то у меня будет меньшее количество лет жизни. Так какая моя основная задача? Обеспечить себе максимальное количество полноценных лет жизни. Тогда я успею доделать бизнес, дорастить детей, как-то там самореализоваться и так далее, и тому подобное. То есть, эта задача номер раз. Обеспечить своему телу оптимальные условия существования, чтобы это тело не напрягалось, чтобы оно радовало здоровьем, красотой, бодростью. Потому что в здоровом теле здоровый дух и хочется все делать. Да? Вот все. Вот если тело здорово, все хочется делать. Как только стал болеть зуб, все. Кажется, это никогда не закончится, я ничего не могу и так далее. И начинается, начинается. Вот. Вот такая основная идея. Ответила? На вопрос. Вот. Система Олега Нижегородского называется 6 пунктов назначения схемы. Надо быть доктором? Совершенно не надо быть доктором. Для того, чтобы пропустить состояние человека, а по этим основным пунктом. А теперь, собственно говоря, выпускной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok